Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма Галлиполи. Лента основана на реальных событиях. Австралия. Май 1915 года. Арчи Гамильтон. 18-летний спринтер. Дядя Джек его настраивает на тренировочный забег на 100 метров. 9-58. Великолепный результат. Его отец богатый скотовод. И он с детства работает на ферме. Наемный пастух Лес не особо трудолюбит. Расист. Да еще и называет бег занятием для девиц. Мол настоящий мужик должен заниматься боксом. Они поспорили, что парень добежит до дома напрямую быстрее, чем Лес доскачет на лошади по дороге. Причем с дополнительными условиями. Пастух поедет без седла, а Арчи побежит босиком. Аборигензак натирать ему ноги какой-то травой и советует не бежать по камням. Путь бегуну предстоит нелегкий, в гору и по кочкам. По барханам бежать уже полегче. Вдалеке он видит ржущего Леса. У реки они пересеклись. Арчи уже совсем выдохся. Но тем не менее, к дому он прибежал первый. Лошадь же прискакала сама без наездника. Пастух с нее просто свалился. Вот только радость от победы омрачилась разодранными кровь ногами. Дядя вычитывает бегуна. У юношей есть все шансы стать великим. А ведь уже через три дня первые большие соревнования. А тут оказывается, что Арчи горит желанием записаться в армию, чтобы увидеть мир и пережить разные приключения. У парня много младших братьев и сестер. Перед сном Арчи перечитывает газету, где отмечаются успехи австралийцев на турецком полуострове Галиполи. Слова «Огненное крещение» и «Изумительная отвага» его будоражат. Железнодорожники читают статью о подлых приемах турецких войск. И двое из них решаются пойти в армию. Тем более, от солдат девчонки сходят с ума. Но это не про реалиста и скептика Фрэнка. Я не боюсь умереть в свою страну, Фрэнк. Ну и молодец, иди записывайся. У него есть свои планы. Утром вся четверка сбегает на поезде от своего начальника. Вместе с дядей Арчи отправился в город на соревнования. Там уже дурью мается Фрэнк. Побродив по ярмарке, он решает также записаться на соревнования. За победу дают 10 дней. Но его больше интересуют ставки. Он хочет поставить на себя все свои деньги, 20 фунтов. Администратор предупреждает его о быстроногом Арчи. И принимает ставку. В последний момент мужик с огромным рупором объявляет о новом участнике, Фрэнке Дане. Арчи Гамильдона, как местную звезду, встречает аплодисментами. Дядя Джек в суровой манере настраивает его на победу. Судья дает старт. И через 100 метров первым к финишу приходит Арчи. Фрэнк потерял все свои деньги. Радостному победителю дают бокал пива и медаль. Всех мужчин завлекает вступить в кавалерию. С этой целью даже смастерили здоровенного деревянного коня. Арчи сравнялся по результату со своим кумиром Ла Сайлзом. Он действительно может стать великим, но юноша не собирается возвращаться домой. Джек надеется, что племянника могут не взять в армию, так как он несовершеннолетний. И дарит ему свои счастливые карманные часы. Во время записи в армию парень берет, что ему уже есть 21. Но Лес тут же ожидающий своей очереди, выдает его реальный возраст. Тем не менее, Арчи решает показать, на что он способен в седле. Фрэнк намели. У него даже нет денег на билет домой в Перт. И он от нечего делать заходит в кафе, где сидит грустный Арчи. Он поздравляет паренька с победой и с жадностью доедает за ним завтрак. Узнав его историю, Фрэнк предлагает Арчи поехать с ним. И еще раз попробовать вступить в армию. На этот раз в городе, где его никто не знает. Бегунам пригодился их талант, чтобы запрыгнуть на едущий поезд. Но, к сожалению, Зайцы ошиблись поездом и остановились в какой-то безлюдной дыре. Вернуться назад они смогут только через две недели. Арчи психует и шагает прямо через пустыню к ферме, где им смогут помочь. Правда, ковыляет до нее целых 50 километров. Фрэнк увязался за ним. Чтобы не ходить по кругу, Арчи ориентируется по солнцу и часам. Ночью он интересуется у спутника, почему тот не служит в армии и стыдит его за это. Но Фрэнк тверд в своих убеждениях. Он никому ничего не должен. Тем более, это даже не их война. Это англичане что-то не поделились с немцами. Им незачем на ней умирать. Знаешь кто ты? Ты трус. Солнце скрыло за облаками. И теперь приходится идти наугад. Благо вскоре они наткнулись на верблюжьи следы. Путник их накормил и буквально спас от смерти. Забавно, но мужик даже не знал, что идет какая-то там война. Он поинтересовался, как она началась. Но юноша, который так на ней рвется попасть, сам этого не знает. И все же не понимаю, мы-то тут при чем? Если мы не остановим, они могут прийти сюда. Да пусть приходят. Еще 10 дней, и они наконец добрались до фермы. Семейство пьет за австралийскую кавалерию и нахваливает храбрового Арчи. А вот Фрэнка укоряют. И это тогда когда немцы распинают котят на дверях сертвей и фельгии. После такой прокачки даже циник Фрэнк задумался о кавалерии. Но есть одна небольшая проблема. Он не умеет ездить верхом. Наконец, парни прибыли в Перд. У себя дома Фрэнк грубо подделывает документы Арчи. Тот берет себе фамилию своего кумира. Легко отлетала Сайлза. А еще пройдох оклеить своему товарищу усы и бороду, чтобы он выглядел старше. Отец ругается. Зачем Фрэнку сражаться на стороне британцев? Они повесили его деда. Но для него это лишь способ немного подняться в этой жизни. На этот раз Арчи без проблем принимает в армию. Но вот Фрэнк проваливает тест. Он даже не знает, как заставить лошадь двинуться с места. Под смех толпы он берет свой саквояж и уходит. В баре товарищи прощаются. Огромная толпа ликует и под музыку провожает своих мужчин на войну на другом континенте. Майор Бартон трогательно прощается с женой. Веселая и гордая собой молодежь машет руками всем провожающим. Пьющего в баре Фрэнка находят его друзья с железной дороги. Их корабль отправляется завтра. Делать нечего. Он отправится на войну пехотинцам вместе с ними. На медосмотре после уговоров врач закрывает глаза на плохие зубы блондина. Учебный лагерь австралийцев располагается в Каире, прямо рядом с пирамидами. Они развлекают себя игрой в регби. Скоро им дадут погулять по городу. Инструктор предупреждает мужиков, чтобы они остерегались местной выпивки и женщин. Последние могут им оставить трудноизлечимый подарок. И тогда солдатам придется нести ответ перед своими подружками и женами. Солдаты заполонили многолюдные улицы Каира. Четверка насмехается и пародирует важных англичан. В заведении они покупают фотокарточки с голыми женщинами. Как они могут это делать, Фрэнк? Жизнь здесь дешевая, и женщины себя не уважают. Долговязого барня развили на 2 фунта, выдав безделушку за тысячелетнюю реликвию. Вооружившись палками, австралийцы решили восстановить справедливость и устроили небольшой погром в лавке обманщика, хоть он и утверждал, что это не его. Простокам зеленого континента чужды законы восточного рынка. Жаль только, что вояка действительно ошибся магазином. Своё путешествие они закономерно закончили в борделе. Удовольствие стоит всего-то 10 шиллингов. И только моральный блондин пристыдил друзей и остался их ждать у порога. Пехотинцы отрабатывают фронтальную атаку на вражеские окопы. В качестве врага выступит кавалерия, которая на пехоту обычно посматривает свысока. Соответственно, кавалерия отрабатывает на учениях оборону. Постреляв туда-сюда, дело дошло до рукопашного боя. Фрэнк и Арчи снова встретились, но друзей разогнал командир. Передайте, чтобы раненых отнесли в медчасть. Не можете же вы все быть ранеными. По старой памяти товарищи решили пробежаться до пирамиды. Расталкивая людей и скот, они мчатся вовсю прыть. Раз уж они здесь, бегуны решили забраться на самую вершину. Старая надпись была сделана солдатами Наполеона в 1798 году. Новая гласит Фрэнк плюс Арчи. Войска Австралии, 1915 год. Парни просят майора, чтобы Фрэнка взяли в кавалерию. И они с Арчи служили вместе. Все равно они сейчас также выполняют обязанности пехоты. Бартон соглашается. Фрэнк хвастается перед друзьями формой кавалериста. Но те восприняли это как предательство. Арчи, нужно передать письмо майору Бартону. Они с другом хотят воспользоваться этой возможностью, чтобы развлечься на балу. Майор хотел уже было их выставить. Но просчитал, что отправление войска состоится уже завтра. И позволил солдатам выпить пару бокалов вина. Парни танцуют с медсестрами и радуются. Не зная, что завтра их жизнь кардинально изменится. Ночью австралийцы высаживаются на берег Галиполи. Вдалеке видны и слышны взрывы. Фрэнк тревожен, а Арчи глупо лыбится. Снаряды прилетают и прямо в зону высадки. Вскоре взрывы для друзей стали обыденностью. А юноша остается таким же жизнерадостным. Мужики скучают в бухте и развлекают себя как могут. Турки, сидящие в окопах по другую сторону, также прикалываются из оружия от мишень, по которой стреляют австралийцы. Бывалых смерть уже не страшит. Они жмут руку турецкому жмурику и между делом подкидывают врагу самодельную взрывчатку, состоящую из пороха и мелких кусков металла. Одной ночью на берег высадилась тролица пехотинцев. Весельчаки знакомятся с Арчи. Тем временем в штабе обсуждается высадка на полуостров 25 тысяч британцев. Чтобы сделать ее безопасной, австралицам придется отвлечь турок на себя и пойти в атаку на лон-пай и крепость НЭК. Правда, у последней расположено не меньше пяти пулеметных точек, но ангречанин обещает, что окопы врага заранее будут накрыты жесточайшим артиллерийским огнем. Женщины из патриотического движения прислали посылку, где Фрэнк нашел свитер, мази, мыло и книгу рецептов. Они что думают мы на пакете? Главное забуду, Фрэнк. Пехота первая идет на рассвете на лон-пай. Правильный блондин впервые в жизни выпил спиртное. Уже ночью на берег вернулись тяжелораненые солдаты. Долгодазово барни убили, блондин тяжелоранен, но хвастается, что им удалось прогнать турок из окопов. Он просит Фрэнка передать его дневник маме и отцу. Мужчина шокирован, Арчи старается его подбодрить. Майор Бартон помнит о способности о Харчи. Он просит юношу быть завтра гонцом, так как из арт обстрела связь сразу оборвется. Но тот отказывается, он горит пойти в бой и рекомендует вместо себя Фрэнка. Ночью офицер много пьет и поет. Утром Фрэнку Дану сообщает, что он не идет в бой. Он будет листовым. Ну и повезло тебе. Пойдем сюда. Тот пытается донести до Робертсона, какое пекло у них творится. Но британец не преклонен. Атака должна продолжаться. Фрэнку ничего не остается, как передать приказ. Веселые турки заряжают пулеметы, готовясь к следующей партии самоубийц. Бартон по совету Фрэнка действует через голову Робертсона и посылает листового к генералу Гарнеру на другой берег. Он рискует жизнью. Проход контролируется пулеметчиком. Но его миссия слишком важна, чтобы трусить. В штабе генерала он узнает, что британский десант уже высадился и попивает чай на берегу. Поэтому в атаках австралийцев нет никакого смысла. Фрэнк со всех ног несется обратно. Парни верят в то, что их не отправят на верную смерть. Тем временем связь восстановили. Робертс они в курсе о высадке британцев и командует атаковать во что бы то ни стало. Майор Бартон смиряется и готов пойти вместе с ребятами. Солдаты прощаются друг с другом и оставляют памятные вещи в окопах. Молятся и докуривают последние сигареты. Арчи дышит, как его учил дядя Джек. На его глаза накатываются слезы. Фрэнк мчится из последних сил и, слыша сигнал об атаке, кричит от отчаяния. Третья волна побежала.